Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня по Вебройзе. Трэээ! А мне семечек! А мне! Ребятушечки, вы посмотрите сколько снега навалило! Жесть! Но я решил укомплектовать себя вот такими берцами, чтоб снег в ноги не попадал. Первая кормушка у нас сегодня. Сейчас примерно час дня. Посмотрим, чем удастся поживиться. Ведь очень охота поживиться. Первая находка. У! Медный кабель! Офигенно! Так, надо аккуратненько рвать, чтобы не это, не на мусорить. У тебя тут и так срачно. Ну что поделаешь. Все в снегу рыбятушечки, все. Кусочек шаверми. Лучок. Хлопья, ребят, обалдеть! Голд хайней хольт флекес. Офигеть! Это с медовые они. Обалденные хлопья, ребят. Дим, смотри хлопья. Че ты ржешь? А че это? Не хлопья, что ли? Так это говно. Кошачье говно. Я-то думал хлопья. Такие шоколадные. Клеенка. Это ж для этих. Для покрышек. Или просто пленка. Обалдеть! Это нам надо. Берем. Вот еще пленочка, ребятушечки. Сколько пленочки-то? Нам надо она. О, подделки, ребятки. Кто-то делал вот такое вот дерево с листичками. Вот еще дерево. Подделки дети делали. Венички. Это в баньку. О, это венок. Венок из листьев. Прикольно. Охренеть! Чехол от 11-го айфона. А, это от 12-го. Силиконовый, ребят. Слушайте. Интересный пакет. Мечта. О, это мечта, да. Только разбитая. Ля, шлепанцы. Шлепанцы по дому ходить. Вроде нормальные. А не, побитые вот здесь. Какие-то штаны. Нормальные штаны, кстати. Клетчатые. Это модные сейчас они. Вафельки, ребятки. Вафельки. Печенюшечки. Там вроде бы эти орешки. За сгущеночкой. Оно вроде бы свежее. Да, свежее. Вот орешки со сгущенкой. Я сейчас буду их есть. Обожаю орешечки со сгущенкой. Червячков внутри нет. А значит есть можно. Будешь? Я не. А я буду. А пока я прокачиваю свои скиллы на кормилицах, ты можешь прокачать свои в топовой игре. Лордс Мобайл. Это топовая мобильная стратегия с 3D графикой и миллионами игроков по всему миру. Здесь вы можете тренировать армию и качать героев. Заключать союзы и уничтожать врагов. Большой акцент здесь делается на командной игре, правильном формировании армии и быстрой реакции во время боя. Без смекалки очень хорошей команды вы здесь станете очень легкой мишенью. Если же вы будете играть в хорошей гильдии и будете правильно формировать армию, то сможете побеждать даже противников, превосходящих вас числом. Буквально на днях в Лордс Мобайл вышло шикарное обновление, в котором вышел новый игровой режим в стиле защиты башен. Он наверняка вам понравится. И теперь внимание, качайте игру по моей ссылке в описании, либо через QR-код на экране, чтобы гарантированно получить набор стоимостью 350 долларов, который будет автоматически выслан на ваш аккаунт, если вы скачиваете игру впервые. Кроме этого, качайте мощь по максимуму. Если скачавших будет больше 300, то игрок, который прокачает замок до 15 уровня на 10 день после выхода видео, займет первое место в рейтинге мощи, получит AirPods Pro. Свой рейтинг мощи, а также количество скачавших, вы можете увидеть на странице акции по ссылке в описании. Призы очень достойные, поэтому переходите по ссылке в описании и постройте свое королевство в Лордс Мобайл. Ребитые усички. Какая насытная, но снежком запорошила. Меня это не остановит, ребятки. Надо найти что-то классное. О, трусики. Трусики, Дим, берем нюхательные. Обалденные. Беру. Вы нас с гаджетами? Да, я выжил, провода торчат. Топовый гаджет, Дим. Классный гаджет. Да ладно, поделюсь. О, раз гаджет, фен. Два гаджета, утюжок. Охренеть, это кожа кобры. Прикинь, это шкура змеиная, ребятки. Это реально змеиная кожа. Ну там змея, что ли? Высыпаем. О, нифига себе, универсальная зарядка. Балдежь. Мышечка? Лоджитек. Я такие часто нахожу. О, и передатчики есть. Значит, рабочая. На рынок берем. Импетриблиер. Охренеть, какой он шляпный. Эксплей. Еще универсальная зарядка. Ну, кожа змеи, это, конечно, меня удивило. Ведь это у кого-то реально дома змея живет, которая кожу скидывает. Да, вообще, одно барахло. О, кекчук. Или что это? Ядреный корень. Хренодер. Ядреный. Ребятки, я люблю вот эту тему. Ел хренодер, вкусная штука. Срок годности-то у него какой? Он вообще запечатанный. 20.08.21 года сделанный. Наверное, просроченный. Срок годности 8 месяцев. Да, он просроченный. Но ему ничего не будет, я думаю. О, чулочечки берем. О, нифига какой веник. Заметать можно. Щеточка. Вот, чисто щетку одну возьму. Просто трубка поломана, а щетку продадим. Как же неудобно рыться, вот когда все в снегу. У меня уже руки почти промокли. Кроссовок какой-то. Девидед. Да это шляпа с Хачиндэм магазин. А что, на продажу может взять этот Девидед? Ну, в принципе, они относительно целые. А, они, пятки порваны там. Вот эти, да, может, купят. Они целые? Страдивариус. То уже получше, чем ХДМ. Пивасик. Не, мне не нядя. О, это же, это блузочка, кофточка. Сексипильная, ребятки. Ммм, мне сразу запахло это. Вы поняли, чем. О, еще шортики. Ну, короче, это ночнушки. Кормилица. Может, повезет, что найдем здесь. О, что-то есть. Снимок какой-то. Охренеть. Снимок колена с разных сторон, походу. Лапти. Вот это реальные лапти. Такое брать не буду. А вот это на продажу пойдет, если целые. Так, вот вроде целые. Держи. А, да, кушать хотите. О, яичко. Самодельное яичко, брелок. А, это шапочка. Какой-то еще веревка. А это что? Что это такое? О, это календарь. 21-й год. Тут уже 22-й надо. Смотрите, ребят, что нашел. Запечатанное. Это вот эта мозаика, плитка. Обалдеть. Артенс. Тоник. 30 на 30 сантиметров. 4 миллиметра. Это как бы для душевых кабин. Ну, для ванной поверхности. В ванную комнату. Тут еще церезит. Вот такой мешочек. Клей для крепления керамической плитки. Обалдеть. Ну, куда нам его брать? Кто-то плитку клеил, вот остатки выкинул. И клея, и плитки. Опа. А мне? О, одноразка. Ребятки, одноразочка. Я их собираю. Куртку урвал. Куртку урвал. А что за куртка такая? Атлантик. Не, мне кажется, это американская она. Ребят, ну это американская по-любому. Пуговицы такие классные. Надо брать на продажу. Берем. Ого. Гоночные покрышки, ребятки. Обалдеть, тоненькие. Смотрите, какие. Иди, померь, померь. Было бы мне их куда ставить. О, кошелечек. Стой, пустой. О, нихрена себе. Эко-бутсы. Обалдеть. Топовые ребятки. Подошву тут слегка треснуло. Но я думаю, это не повлияет на их скороходность. Горе-текс Эко. 43 размер. Но это, походу, вообще не оригинал вроде бы. Не похоже это на оригинал. Это с рынка, наверное, бутсыки. Да их никто не купит, жаль. Это не оригинал точно. Наушнички от Эппл, но это не Арик. И они еще и порваны. Опа. Что это? Это пластиковые крепежи. Ух ты. Это для труб? Что это за крепеж такой? Для труб как будто. Еще крепеж всякий. Уголки какие-то. Икея, ребят. Из Икеи. Пистолет. Это для клея. Крепежи, блин, я взял. Только я не понимаю, для чего они. Не понимаю. Их не купят, наверное. О, вынос-хаты. Вот это я давно не находил. Открыточки. Ох. Рахаты лукумы. Ух ты. Засохшие. Старые. Старые лукумы мне не надо. Зубы, ребят. Миша, ребят. Зубы. Обалдеть. У кого-то, видите, у кого-то еще вот здесь один зуб растет. Жесть. Соболезную, конечно. У меня такого нет. Кожаный ремень. Порванный, кстати. Но его можно починить. Я думаю, это на продажу набрать. Это кожа натуральная. О, это же поводок для собаки. Тоже возьми. А, он порванный. Провод интернет. Это, ребят, обалдеть. Вот, Дима, что нашел вот эту застежку. Это от этого пояса. Кельвин Кляйн. Синц. 68-й год, ребят, представляете? Кто-то этот ремень в 68-м году покупал. Я не думал, что этой ферме уже так много лет этому Кельвин Кляйну. Тут все целое. Тут, по сути, болтик вот сюда прикрепить. И целый ремень Кельвин Кляйн. Вот качество, ребят. Поэтому Кельвин Кляйн так дорого стоит. Потому что качество хорошее. Не выйти, кормилица. Выставка обуви. Кожаная. Прошитая, кстати. А, треснула подошва. О, нифига, уголки. Шпильки, уголочки. Шпилечки новые. Ну, иди, иди. Уходи отсюда. Забирай свои шпильки. Обалдеться. Какая шляпа это. Самая дешевая. Кубик-рубик. Так можно наклейки отклеить. И, по-моему, весь цвет сюда приклеить. Типа собрал. О, с сушими на каями. Раз каями. И два каями. Вы посмотрите, как помойка кормит. А я уверен, что кто-то из вас никогда суши даже ни разу в жизни не пробовал. А кормилица их мини-дарит часто. О, хэми. Ммм, сырок. Хохланд. Самокат био-йогурт. Фейхуа-апельсин. До 1 декабря. Обалдеть. Так он даже не просроченный. Паштетик хами. Йоргутик беру. Сейчас поем. Ммм, спагетти вот. Чайный пакетик. Ну, спагетти хорошие. Макфа. Оставлю бомжам, а йогуртик возьму себе. Ммм, ребятушечки, як пахнеть. Йогуртик вот этот. Он даже не просроченный. С фейхуа. Он питьевой, ребятушечки. Питьевой. Сказочный. О, вот я тебя мини-ня, дядя. Это я забираю, ребят. Буду с рогатки обстреливать. По-моему, попозже выйдет видосик, где я буду рогаткой расстреливать эти кегли. А может, еще куплю какие-нибудь петярды. Это очень взрывоопасная тема. Вон еще один, Дим. Ребятки, они так взрываются. Это жесть. Эти дядюня, дядя. Чего? Еда? Иди сюда. Сушеные сухари для мест не столь отдаленных. Чего там, Дим? Аккуратно. Но она не так сильно накачана, как вот эта. Чего там? Там, скажите, советские часы. Ого. Дай глядь. Они рабочие. Обалдеть, они еще и работают. А, они разбитые. Обалдеть, ребят. Вот вы видите? Ребятки, посмотрите. Они тикают, они работают. Прямо из бачка рабочие часики. Бренд. Адифики. Кассио. А, это фирма Кассио. А модель Эдифице. Целые почти, ну, стекло битое. Шкатулочка. Ух ты, музыкальная. Крышечки от батареек нет только. Беспроводные джибельки проводные. Наушнички. Беспроводные. Нормальные джибели. Капец, на улице пасмурно. Ой-ой-ой. Кто-то себе кое-что купил. О, Хайнс. Чать не груша, а соус для цыпленка. Изысканный. Обалдеть. Сумка для находок. Вот, для соуса моего. А? Пальтишка. Пальтишка? Нядя. На продажу берем. О, что-то тяжелое здесь. О, мыльнорыльное. О, для плиты. 30, 70. Идиокарта. Чего? Обалдеть, ребят. GT. GT Force RTX 3070 здесь была. Конечно же, коробка пустая. Но найти такую коробку уже топ. Обалдеть. Ее коробку, кстати, продать можно. Вот мыльнорыльное какое-то непонятное. Тут еще есть. Ну, оно все какое-то очень жидкое. Как будто с водой разбавили. Очень сомневаюсь, что там мыльнорыльное реально есть. Там, наверное, водой разбавили его. Ну, сейчас проверим. Ну, конечно. Что это за мыльнорыльное такое? Одна вода. Зато синенькая. Красиво. Ребят, реально красота. А здесь тоже вода? Ну, да, тоже пенная вода. О, когтеточечка хорошенькая. Утетя мини-ня, дядя. Ребят, когтеточка вот поломалась. Вот эта штука, видите? И из-за этого выкинули. А так-то она вот целая. Это как раз для моей кошки. Соне нравится ее новый домик. С помоечки. Ну, что-то сейчас она не хочет когти об него точить. Ребятки, помойка денег дает. Еще рубль. Кэшбэк. Дождевик это, плащ. Юбка это. А я думал, дождевик. Лориэнте Блэнс. Лориэнте Блэнс. Это дорогая фирма. На огромную попку. Опа. Вынос хаты в ребятки. Куда лезешь? Куда? Куда руки суешь? Я же это нашел. Иди отсюда, ва. Иди отсюда, ва. Аккуратно. Вот ни руки не суй. Никуда суешь-то. О, собакин. О, еще. О, Мишка. Мыльнорыльного остатки. О, ребят, он почти полный. Охренеть. Это для мыльнорыльного на присосках штука. Сеточка. О, тетя-нядя мне. Сеточка для посуды. Посуду мыть. Охренеть. Тарелка нормальная. О, клеенка. Это для душевой кабины пленкой. Ребят, сюда находки скидывают. Доместас. Ну, капец, он же дорогой. О, шоколадный мусс. Энерджи диет. Это вот, это коктейли до девятнадцатого года. Про срок. Какой-то. О, это ж коробка для порошка. Мне надо. Мне домой надо. Тут даже порошок есть, ребят. Охренеть. Вот порошок. О, а у тетя мне не надо. Это для моей кошечки, для Сонечки. Буду с ней играться. Мутирующий мусс для умывания. Обалдеть. Мутирующий мусс для умывания. До двадцать третьего года. Надо. А это чё? Дедушкин улей. Мёд. Мёд цветочный, ребятки. Цветочный мёд. Ммм, слушайте, обалдеть. А он просроченный, нет? Не знаю, срока не вижу. Но мёду ничего не будет. Забираю. Во, ля, ребят, ля. Это для унитаза жидкость эта. Пахучая она. Полная бутылка. Угу. Угу. И-и-и-и. О, венечек. Это вот так снег очищать, чтоб мне кормушку можно было расхитить. О, ля, какая сумка, ля. Это для находок мене. Сейчас полезу в этот бак. Только надо его от снега расчистить, чтоб удобненько было. Видите, как я ухаживаю за кормилицей? Её надо окучивать правильно. И тогда она будет находки давить. Ого. Охренеть. Ребятам, я столько электроники увидел, и всё высыпалось. Обалдеть, разные наушники, USB кабеля, блок питания, вот. Это как будто из магазина выкинули. О, ещё блок питания, ля. Но это не оригинальный от Apple. Ну где вся электроника? Это ж подсветка. О, ребят, так уже веселее. О, весы. М-м-м, нос эти, напольные. Лисы, макс 150 килограмм. Забираю, это продастся. А? Да, я тиктокер. Да? Помойка кормит тогда. Я вообще на YouTube снимаю. Стребух канал. О, Искуди. Кто бы мог подумать. Вот так просто валялось. Искуди, макс, ребятки. Вот сегодня уже две Искуди нашёл. И конфетки разные. О, нифига себе. Ксенон в коробочке, ребятки. Фары типа. Забираю на продажу. Я вообще думал, коробка пустая. Она такая лёгкая. Чё нормально? Ксенон. Напольные весы. Куча всяких USB кабелей. Кроме трусиков ничего ценного нету. Они с выделениями. Опа. Штаны. Тёплые. Женские. Ну, в карманах ничего нету. Я тут ребятушечки на другом чуть районе. Посмотрите на эти дома. Такие вот старые. Советские. Опа. Это чё такое? Брось сюда ненужную рекламу. Ух ты, так это с подъезда. Ящик для сбора этой рекламы. А из него кто-то пепельницу сделал. Интересный ящичек. Может забрать. Он относительно целый. Повесить куда-то. Заберу. Такая грустная кормилица. Одинокая. Тут вся в снегу. О, сколько макулатуры. Это реклама какая-то. Окружающий мир тесты. О, так вот они где, кормилицы. Спрятались за забором таким. Рюкзак Рибок. Ля, ребятки. Качество вроде хорошее. Похоже, конечно, на оригинал. Лямки целые. Молния работает, не? Тут работает молния. И тут. Ребят, классный рюкзак. Ну, какой-то очень жесткий. Чё он такой жесткий-то? Ты чё рюкзак такой жесткий? Но он модный, ребят. Мне нравится такой стильный. Кормилица дарит стиль. Забираю. Чё бы и нет-то. Крепкий, надёжный, качественный рюкзак. Всё потому, что это Рибек, ребятки. Фу, мочой как воняет. Надеюсь, его не обоссали. Ммм, ня-ня-ня. Ух ты сколько всего здесь. Ой-ой-ой. А это же мясные шкурки сальные. Это такой бульон можно сварить на этих костях. А я же уже находил подобные шкуры. Из них сварил. Из них сварил харчевидный суп. О, горшок, точнее, маленький мини-горшок. Вот это бачок с батареечками. И в них иногда выкидывают такое вот что-то ценное. Но открыть я его не могу. Мне ключа нет. Надо ключ раздобыть, чтобы можно было открывать, аккуратненько брать. Повырбанки, там телефоны. И, по-моему, закрывать. Медный кабель это? Ну да, ребятки. Медный кабелек. Беру. О, какая-то футболка. А, нет, это штаны такие военные. Камуфляжные. Капец от них воняет. Ля, что ты там сидишь? Пеликан еб***чий. Иди отсюда, ловб***ь. О, это новая штука для швабры. Запечатанная. Вот это взять можно на продажу. Чемоданчик такой старый. От него еще пахнет, знаете, как жигулями или запорожцем. Опа. Какие-то вещи. Три века поэзии русского эроса. Публикация и исследование. Нифига себе, что такое эрос, я не знаю. Опа. Что это такое? Где электроника? Где? Ребят, айфон. Обалдеть. Айфончик. Ребят, 5С. Охренеть, как я давно айфоны не находил. Пытаюсь включить. Ребят, реально я в шоке. 5С. Битая. Не включается, конечно. Но у меня с собой пауэрбанк. Обязательно сейчас пойду проверять. Модель А1533. Сзади вот тут нету этой части. Две камеры вот. И сканер отпечатка пальца. 5С. Обалдеть. Неплохо, неплохо. Постоял на зарядке телефончик. О, включается. Сим-карта не вставлена. Ну, ничего страшного. О, а это кто-то из бывших владельцев телефона. Нажмите кнопку домой, чтобы разблокировать. Так я пытаюсь. Оно не нажимается. Тут, походу, кнопка домой не работает. Обидно. Ну, это классика, ребят. Если находится айфон, он по-любому с косяками. Из-за которых им пользоваться не получится никак. Там по большей части всегда пароль стоит. Поэтому не особо круто находить айфон. Круто находить какой-то Xiaomi, там. Redmi, там. Notebook. А вот это шляпа, ребят. Тупо шляпа. На запчасти продам его рублей, наверное. Ну, рублей за 800, и то не факт, что купят его. Так, дальше смотрим. Опа. Какая-то брошь. Может, какая-нибудь серебряная? Не-не-не, точно бижутерия. А где еще электроника? Где еще гаджеты? Нету нихера. Нету, ребятки, нету. Но айфончик ништяк. Давно реально айфоны не находил. И, кстати, постоянно попадаются вот именно пятерки, пятески, четверки. Но шестерку найти, это прям нереально вообще. Но я думаю, еще годик, и будут шестерки выкидывать. Вещи какие-то. Так, это зимний свитер. О, вот это на продажу возьму. Кофта. Вот еще штаны какие-то. Ну, вот это можно на продажу взять. Так, дальше смотрим. Вот еще, может, здесь тоже что-то будет. Опа. Какой-то чехол. О, очки. Нифига себе. Слушайте, они такие, блин. Неплохие на вид. Бренд Дакчи. А, ну это для зрения очки. Не знаю, может, они для компьютера. Ну, на продажу возьму. Чехол какой-то. The Meldon Z. The Meldon Z. Попыты. Ребятки. Попыты. Обалдеть. Целые попыты. Или как их там? Симплы-димплы. Вот это обалдеж. Вот это вообще неплохие находки. Ой-ой-ой, ребятки. Ой-ой-ой. Это ж наушники беспроводные. Это Apple AirPods Pro, что ли? А, нет. На Type-C что-то. О, кейс светится, ребят. Он работает. Видите? Охренеть, кейс светится. Только наушников внутри нет. Это, наверное, какие-то Redmi или что-то там такое. Не знаю. Модель CE79. Они еще в чехле. Только наушников внутри нет. Так, теперь надо искать наушники. О, это ж пульт управления этой селфи-палкой. Нихрена, ребят. Наушников нету. Капец, обидно, конечно. В принципе, ничего страшного. Может, кейс кто-то купит без наушников. Кормилица за забором в этой будке. Или что это? Контейнерная площадка. Опа. А мне книжки всякие. Фальшивый папа. Опа. Наушники какие-то с Алиэкспресса тут в коробке. О, планшетик Дигма. Нифига себе. Яйцо Фаберже. Ух ты. Труба металлическая. Это мне не надо. Планшетик Дигма очень дерьмовый. Слушайте, ребят, это, походу... Это нычка дворника была. Сто процентов. Интересная кормилица. Ого. О, сразу коробка от Айкоса. О, внутри эта штучка для чистки Айкоса, походу. Чистка мне пригодится. О, какой кусок мяса, ребятки. Охренеть, сочненький. Может, собаки съедят. И рис там. Еще кусок говядинка. Охренеть, и кружечки можно мяска поесть. Чаек сделать. Ммм, кормилица. Ух ты, это что, доска для бега? Я могучий. Хера себе, дорогая она, капец. У кого-то тут денег много. Такие доски покупают. Ребят, нифига себе. Это что, Луи Виттон? Шарфик со значками Луи Виттон. А вдруг это оригинальный Луи Виттон? Но нигде бирок я не вижу. Но мне этот шарфик очень нравится. Я себе его оставлю. Но если был бы оригинальный Луи Виттон, то тут была бы по-любому где-то бирка. Но обалдеть, ребят. Нашел себе шарфик Луи Виттон в помоечке. И вот еще один такой вот обычный шарфик. Ну, такой мне не нравится, но на продажу возьму. О, еще какие-то вещи здесь. Ботинок какой-то. Нифига себе, неплохой. Том Арис. Бренд Том Арис. Целый, 37-й размер. Слушайте, он еще и зимний. Хороший ботинок. Вот второй ботинок. Целенький. Ммм, ребят, классные ботинки. Мне нравятся. Ой, еще обувь. Еще какие-то ботинки. Мирис. Ситл Итали. Это в Италии сделано, значит. И вот второй тоже целенький. Вообще как новые. Охрененные обувь. На продажу возьму. Ммм, часисочки. Великолупские. Четыре штучки. Бомжам оставлю. Может поживятся там, кто захочет. Опа. Ребятки. Возможно, тут есть электроника. О, это ж этот, дырокол. Дырки колоть. Да он целый. Забираю. Продам. Дырокол. О, аж кудишка эта, одноразка. Проник в неплохой такой двор. Он, в принципе, открыт. И я смотрю, тут топовейшая кормилица. И вот кто-то уже на медь телевизор разбил. Охренеть он какой большой был, ребятки. А с кинескопа медь-то не забрали. Вот медная катушка. Ну, что-то неохота мне тут шуметь, разбивать. А что, а где мусор-то? Помойка, конечно, классная. Ну, а мусор-то куда выкидывает? Ого, ребят. Охренеть. Ребят, вот это да. Сколько тут табличек выход. Смотрите, табличка выход. Три таблички выход. Это таблички с подсветкой. Вот здесь контакты подключаются. Их же можно продать. И тут, походу, целый бак в этих табличках. Охренеть, ребят. Камера этого скрытого наблюдения с регулировкой поворота. Обалдеть. Охренеть. Вот еще тут целый пакет. Здесь что? Пиви 270 штук. А, всякие болтики, шрубчечки, гаечки, шайбочки. Вот эти мини-няди. Да, надо всякие шрубчечки. Конечно, надо болтички. Вот это я заберу. Здрасте. А я тут кормилицу сытную для себя открыл. Ну да, смотри. Таблички выход. Может, с вашего дома. Камера наблюдения скрытая такая. И вот тут в баке, короче, еще дохерища этих пожарных датчиков всяких. А, у вас тут пожар, походу, где-то вот. Это на днях горело, да. Это вот сирена, которая вот пожарная. Видишь, поплавилась. И вот выкинули. И, видимо, все это, да, после пожара. Такое я брать не буду. Но сирену я взял. Охренеть, тут сколько коробок всяких. Ребятки. Тут дворники макулатуру складывают. Но мне макулатура не нужна. Мне нужна вот одна коробка целая. Ребят, взял пустую коробку. В нее буду складывать находки, которые вот тут насобирал. Эти таблички заберу. Тут, короче, все это после пожара. Но вот это вроде не пострадало. Вот этот датчик целый. Все целое возьму. Эту сирену в гараж возьму. Может, по-моему, подключу. В этом пакете куча всяких вот этих проводков для слаботочки. Проводки мне надо. Вот этот провод возьму, пригодится. Не помойка, а прям крепость какая-то. Ребятки. Все забором он из кирпича обнесли. Чтоб я держал оборону помойки от конкурентов, видимо. О, не успел подойти. А тут сразу в коробочке удлинитель на две розетки. С припаленной вилкой. Но это не страшно. На медь-то он точно пойдет. Прокладочки. Ого. Ребят, а в этом черном пакете огромном что-то есть. Походу, вынос из хаты. Какие-то вот джинсы. Что это? Ребят, у меня есть подозрение, что тут все засыпано этими клопами. О, алюминий. Лапоть какой-то. Феррари. О, металл. Ребят, смотрите, какая рейка. Еще и с розеточками. О, светильник. Охренеть. Он там имеется. Ребятки, светильник. Лед. Он как новый, ребят. А может и рабочий. Надо забирать. Обалдеть. О, 6500 кельвинов. 40 ватт. О, а их тут до хера. Смотрите, сколько коробок. Я не ожидал, что в них есть светильники. Вот тут тоже светильник. Возможно, конечно, они сгоревшие. Ну, а может, рабочие. Вдруг повезет, ребятки. Хрен его знает. Надо забирать их, проверять по-любому. Это топовые лампы для гаража. Смотрите, какие длинные. Потолочные светильники. О, медь. Медные провода. Что это? Небо окружать в воду. Не помещайте жидкость или еду в контейнер. Паренка какая-то. Советская техника, ребят. Паренка. Какой год? 89-й, наверное, год. Электрокастрюля. Тиховарка-паренка. Это типа, ну, советский аналог мультивар. Я понял. Прикольно. Ну, заберу. Может, кто на рынке это купит. Не буду на мете разбивать. Ну, и вот светильнички надо забирать. Кстати, вот один. Сейчас разломаю, посмотрю. Ага. Внутри вот такая вот лента. Ну, светодиодная как бы. А здесь блок питания. И, походу, он сгоревший. Ну, он такой темненький. Ну, может, и не сгоревший. ХЗ. Заберу все светильники. Четыре у меня светильничка. И там пять-шесть. Шесть светильников. Главное, чтобы были рабочими. Очень интересный вот этот пакет. Для мыльных пузырей жижа. Замерзла. Тут какой-то... О! USB кабель новый. Обалдеть, ребят. Опа! Оу! Ее! Бейби! Это же... Что это? Это шотландские выиски. Ребятки. Вот это беру. Такими-то булками запахло. Че это такое, ребятки? Рубль нашел. А это что? Ребят, это церкви. Это церкви. Представляете? Это воск церковный. Охренеть, тут так темно, ребят. И страшно здесь. О, медный провод. Насрано. Ребят, жесть. Тот опернул и обосрался с подливой. Вот трусы в говне. Ой, кому-то фартануло, конечно. Не, все, я не могу. Тут все обдрыщено. Что-то сапожки вижу какие-то. Жали они по дорожке. Но уже не бегают. Уже стоят. Уже на рынок поедут. На барахолку. Беру. Вот, две пары. А тут все вывезли. Ребят, а ну дай-ка. Ну да, пустая. Видите, кочерга, как полезно. Так, делаем быстрый обзор на Диму. Куртка очень чистая. Кочерга. Здесь у него стеклорез. Хочет резать стекло. Покажи летние кроссовки. Вот зимой носит. Дырявые. Это у него для вентиляции, чтобы снег залетал. Также штаны у него есть же на месте. Еще не такие уж разорванные. Карманы уже видно, что уже все. Пора стирать точно. Куртка сзади, ну нормальная. Мотня висит, сказка. Ребят, короче, мы столкнулись с такой проблемой. Нам на ту сторону перейти. А тут как бы внизу река. Поэтому сейчас будем как-то пытаться туда перейти. Ты куда? А он в летних кроссовках. Вообще сказка. С кочергой и сапогом. Ребят, сапоги-скормилицы вообще шикарные. Они достойные реально. Капец, тут горочка. Так, короче, главное за сапогами вернуться. Погнали. Все, свои сапоги я беру. Иди, Мини. Сапоги десантируем. Не, я с сапогами тут не поднимусь. Надо их закинуть. Цепляйся кочергой-то за забор. О! Опа! Это мои сапоги. Сюда отдал? Дим, ты очень интересный. С сапогами и кочергой. А мне находки. А мне. Ммм, сижачок. Дай кочергу мне. Охренеть! Ребят, жесть. Вот это пузырек. Без пробки не купят, Дим. Дима, успокойся, угомони свои сапоги. Не буянь. Дим, отдай сапоги мои. Не вырывай у меня. Дима, чё ты ржёшь-то, конь ты еб***кий? Ты на мои сапоги рот не разевай, б***ь. Дай сюда кочергу мне. Чё, даже сапогов нету? А мне сапоги. Слышишь? В смысле? Чё? Чё ты забираешь-то, б***ь? А? Корми лицо. Вот они. Может, что-то есть, но бак вывезли. А! О! Ни хрена себе. Ребятки, остатки доширака. С учётом того, что в помойках голяк, это реально скоро будет моей топовой находкой. Я буду этому радоваться. Потому что всё дело ведёт к вот этому. Утюг-борг? Охренеть! Так он треснул. Нано-глаз какой-то. Борг-утюг. Модель, не знаю какая, но фирма Борг. Нано-глаз. Борг это очень дорогой, да. Если вы... Ой, отлетела эта подошва целая у него. А значит, это можно, наверное, продать где-то. Как-то вот эту штуку вот продать бы. Ну, за 500 рублей-то. И провод на медь заберём. На! Поздравляю, Дим! Топ-находка, молодец. О, у меня тоже электроника. Дима! Дима нашёл треснутый утюг, а я треснутый фен. Ребят, раньше хотя бы вот это целыми выкидывали. А сейчас вот треснутые кидают. Да! Провод где? О! Как так-то я упал? Где провод? Провод я кинул тебе. А где провод? Провод. Вон он. Ой, вот эти нядя мини. Мусоросборная камера. О, свет даже включился. Охренеть тут условия. О, одноразочка, ребятки. Одноразочка, эшкуди. Эшкуди. О, пирожное. Только срок годности непонятный. Нигде ничего не написано. Брать не буду. О, охренеться, какой костюмчик. Так это зимний. Зимний детский костюмчик, ребятки. Беру. Это мне сейчас надо. Дима, Дима, Дима. Эшкуди. Так, чё по костюму у нас? Бэби Гоу Мэйден Вид Лавы там. Ну, тут пятна какие-то. Ну, не знаю, может кто купит. Возьму на продажу. Детский, это зимний комбинезон получается. Take my way. You don't know how to hear away. Ты намерен её рвать? Ты драть будешь её? Давай, подерёмся. Электроника. Электроника. Я увидел провод. В пакете в пакете в этом были. На 3,5 миллиметра. Если они рабочие, то 800 рублей мы заработаем на них. Обалдеть, ребят. Ребят, я тоже это вижу. Стоит, короче, тележка из супермаркета. И на ней стоит российское шампанское брюд. Белое. Тупо в тележечке, смотрите, замёрзшее всё. Тупо, ребят, для нас, ребятки. Это детская штучка. Это стоп. Помоечка дарит шампанское, ребят. И вот такую вот штуку. А, вот тут пластиковые штуки нет. Вот здесь должна быть штука пластиковая. Это такая детская штука, куда ребёнка кладут, а по-моему качивают. Ой, шампанское, ребят. Обалдеть, давно запечатанную выпивку не находил. Это вот мне отмечать. Миллион подписчиков. Помоечка подарила. Шампусика. О, нифига себе. Это же переносной этот. Биотуалет, ребятки. А он треснутый, блин. Оба целые я бы его взял. Ёргуты. Ребятки, ёргуты. Вот они, смотрите, сколько. До 15-го, 11-го. А, они уже просрочены, да. Очень плохо. Женский сапог. О, ещё один. Два сапога. Два сапогопара называется это. О, печенье. Слоечки это. Хорошее оно. Ребят, забираю. Сейчас поем. Держи пакет, у меня сапог. Сапог? Где сапог? О, сапог. Тоже сапог. Утеплённый сапог. А вторую? О, ой-ой-ой. Ребятки. Да, это падла. Принтер этот. Принтер старый. Он никому даром не нужен. Давай. Целый он? А он мокрый. Фу, выкинь его. Да выкинь его. Да выкинь его. Выкинь его. Ой, ты кормилица. Ммм, какая плиточка здесь, как дома. Не, ну это тут шикарно. Даже вот можно помыться здесь. И вот всё стекает. Это как душевая кабина, где можно мыться, купаться. Трубы холодные, но помыться тут всё равно можно. В батарее горячая вода. Вон краники. Которые открываешь и моешься здесь себе спокойно. Как в душевой кабине. Эта система пожаротушения работает в помоечке. Чтоб она не загорелась. О, латунечка. Родная. Ммм, сытный латунный смеситель. Обалдеть. Вот это топ находка. Чайничек, ребятки. Чайник берём. Какой-то пакет белый. Ммм, бытовые отходы. Крабовые палочки. Охренеть. Это монитор. Это от Apple, моноблок. Шучу, ребят. Это шляпа. Это тупо металл. Сейчас эти мониторы никому даром не нужны, квадратные. Опа, что-то есть. О, ребят, это же встраиваемая в кухню вот эта комфортная электрическая плитка. Забираем. Это продать можно, если рабочая. Это типа варочная панель. Опа. Да ну нахер. Пакет с электроникой. Обалдеть. Ноутбук. Asus какой-то старый, правда. На Windows XP. Тут надо нажать кнопочку. Ух ты. Он в хорошем состоянии, ноутбук. Экран целый. Хорошо сохранился ноут. И тут от него даже, я так понимаю, блок питания есть, да? Так, а ну-ка проверим. Да, ребят. Ноутбук в комплекте с блоком питания. Модель ноутбука Asus F3G. Стоит он в интернете вот столько. Я думаю, он рабочий. Но он просто очень старый. Из-за этого его и выкинули. Какие-то пульты. Еще эти колокольчики. Пульты не нужны. Ну, вот это DVD. Кстати, обалдеть. У меня когда-то очень давно был такой же видик дома. Короче, видик и ноут забираю, естественно. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok